Не могу вступить в права собственности. С такой проблемой в нашу редакцию обратился Владимир Селезнёв. В 2019 году мужчина приобрёл гараж, но до сих пор не может оформить его в администрации. Владимир заявляет, проблема в том, что у гаража уже есть другой собственник. Он лично встретил его однажды. А это мужчина, я его не знаю точно. Он пришёл, открыл гараж. Я прохожу, он открывает. Я говорю, откуда ты? Я, говорит, купил вроде. Двое собственников оказалось ещё у одного гаража в кооперативе. И там история не была такой мирной. Владельцы начали целую войну за недвижимость. Ежедневно меняли замки и выясняли отношения. Чем всё закончилось, Владимир не знает. Мы решили разобраться в запутанной истории и начали с договора купли-продажи. Там в качестве застройщика был указан гаражно-строительный кооператив номер 6. Представитель этого шестого кооператива Кочетков Валентин Сергеевич. Это выходит, я с ним договор заключил. А Кочетков, я с ним встречался, он говорит, я тут ни при чём. Это подпись, вроде подделанной подписи. То есть продавал Беляев Никита. Беляев я точно помню, а с ним кто сидел, я так и не запомнил. Не знаю кто. Продавал недвижимость заместитель председателя ГСК номер 6 Никита Беляев. Кто-то покупал гараж за 300-500, а кто-то за 700 тысяч рублей, сообщают правоохранительные органы. Как нам удалось выяснить, земля, на которой возвели гаражи, принадлежит администрации города. После строительства недвижимость необходимо было ввести в эксплуатацию. Однако ГСК-6 этого не сделала, рассказали нам в администрации. Получается, что гаражи, которые продавал Никита Беляев, не имеют легального статуса, а земельные участки под ними ему вовсе не принадлежат. В настоящее время данный гражданин является подозреваемым. Он являлся заместительным председателем ГСК. Основной момент это он реализовывал земельные участки, а также гаражи, которые не находились ни в его собственности, ни в собственности ГСК. То есть обманывал граждан, касаемо того, что земельный участок, либо гараж, что он принадлежал ГСК. Оформить гаражи в собственность новые владельцы смогут только в судебном порядке, рассказали в администрации. Но как быть с объектами, на которые претендует сразу несколько собственников, пока не ясно. Вероятно, ждать, когда правосудие восторжествует. Один гараж на трех владельцев пока абсолютный рекорд подозреваемого. Статья у него мошенничества, подозревается он в мошенничестве, в крупном, в особо крупном размере возбуждены дела. С использованием служебного положения, соответственно, он как должностное лицо вводил граждан в заблуждение относительно того имущества, которое он собирается реализовывать, как должностное лицо. И, соответственно, граждане попадают снова в уловки. Как выяснилось, афера с гаражами не единственная в истории Никиты Беляева. В 2015 году его осудили по уголовной статье. Мужчина устроился на пост директора МУПГОР «Автотранс» по поддельному диплому о высшем техническом образовании. Тогда его оштрафовали на 45 тысяч рублей. А в этот раз, возможно, одним штрафом Беляеву не отделаться. Он объявлен в розыск. Мужчине грозит лишение свободы минимум на 10 лет. 14 пострадавших саровчан уже обратились в правоохранительные органы. Если вы также стали жертвами мошенника, обратитесь с заявлением ВВД.